приветствую друзья и гости канала сегодня будет вечерних новостей потому что особо новостей нету но хотел бы поговорить по поводу того что происходит с недвижимостью сейчас на данном этапе в сочи так вот первое что сегодня позвонил нескольким застройщикам те которые должны были получить разрешение те которые должны были начать строечки и так далее в итоге они мне сказали что в течение года от нас никаких телодвижения не жди потому что в общем не дают сейчас проходит у нас проверка земли назначение земли и тому подобное и в общем как раньше можно было изначально там перевести землю до под что-нибудь и потом начать как бы строительство такое уже не получается вот если например земля предназначена там для нежилого фонда например там бывшие там всевозможные аэродромы да как например лазаревском и так далее то такое назначение земли и остается как бы в жилое перевести очень сложно с чем это связано не так давно выступал нас губернатор краснодарского края и сделал акцент на то что сочи все-таки должен оставаться курортной столицей и соответственно он свою очередь не поддерживал можете загулять в интернете посмотреть что я не вру и он не поддерживает то что сочи начинает быть обычным так скажем спальным городом как краснодар и так далее и поэтому хотят возродить санаторий всевозможные и тому подобное но при этом санаторий не возрождает их продают в свою очередь в частные руки и эти соответственно санаторий в последующем начинает распродаваться как апартаменты да там пример там где там санаторий ссср там лучезарный там тот же самый олимпийский до нынешние ададжо вот вам по вам пример именно того что у нас происходит сейчас в основном застройщики старается купить у нас тот или иной объект который уже построен который с документами но который немножко не до завершён и свою очередь делают реконструкцию делать какой-то ремонт деле делят на помещение те же самые и потом продают да как апартаменты вот например чтобы именно получить разрешение под строительство на квартиру жилого дома это тяжело до сантропе молодцы они успели получить и молодцы у нас жилой комплекс тропики которые будут там же недалеко от сантропе прямо на состоянии 300 метров сегодня смотрю эту локацию опять же почему у них получилось да потому что они выкупили уже готовый проект просто-напросто да и уже было разрешение дано на данный участок и поэтому получилось если не ошибаюсь этот участок принадлежал у нас астринскому ну в общем как-то не перекупили и теперь начинает все это строить объединили и так далее в общем по сути сейчас строек становится все меньше меньше и меньше в лазаревском пока ничего не будет строиться от слова совсем и даже те ребята которые себя хорошо зарекомендовали это застройщики жилого комплекса который называется жилой квартал у них в принципе есть земля не должны были они еще посадить три дома но сказали что не получается достоверная информация поэтому макс говорит если кто-то ждет для инвестиций вложения но не будет не получается к нам всем обломали хотя этот участок есть строить там апартаменты не выгодно потому что все-таки это не первая береговая линия до моря все-таки полтора километра квартирник пока нам не дают добро апартаменты достроить не будем потому что есть там свои заморочки и так далее поэтому поэтому соответственно сегодня ездил я на прокат с одним из клиентов и смотрели тот же самый объект центра п и по большому счету удивлялся ну как так там на стадии котлована точка входа уже 120 тысяч рублей за квадратный метр ответ очень прост ребята объект однозначно подходит под инвестиции потому что вы платите изначально не 120 тысяч рублей за квадратный метр это для инвесторов я открою просто вам маленький секрет то многие говорят что это надо говорить лично но как бы человеку в глаза давайте я вам скажу да но раз вы все свои тем более много меня смотрят те же самых риэлторов чтобы вы примерно понимали то что могли правильно грамотно озвучивать так вот центра п дает хорошую рассрочку соответственно можно например сейчас например если квартира стоит 120 тысяч рублей за квадратный метр можно например 65 тысяч рублей за квадратный метр сейчас внести а вот 55 тысяч рублей за квадратный метр вы можете внести в конце декабря до точнее 24 декабря тем самым получается отсрочка не рассрочка именно отсрочка второго полтежа в течение года какие плюсы просто вы сейчас покупаете квартиру например по сути получается по 65 тысяч рублей за квадратный метр потому что именно столько физических денег вы отдаете и 65 тысяч рублей за квадратный метр даже если вы в последующем продадите по 130 тысяч рублей за квадратный метр это будет например всего лишь 30 тысяч да вот как бы сверху да вот так скажем выгода финансовая то в любом случае если мы приведем с вами проценты отношения то мы с вами зарабатываем там не 15 процентов которого себе нафантазировали 20 процентов потому что нужно считать не от 120 тысяч рублей за квадратный метр да и 30 тысяч это соответственно нужно считать от по сути нужно считать от 65 тысяч рублей потому что сейчас по факту вы отдаете 65 тысяч рублей с квадратного метра а если мы берем 65 тысяч рублей за квадратный и сверху вы зарабатываете 30 тысяч в течение 8 месяцев то мы делаем с вами вывод что у нас доходность ребят по 45 процентов годовых 45 это реально круто объясняю еще раз для тех кто в танке т-34 либо в танке из 3 это гораздо тяжелее гораздо прочнее для тех кто в танке в маусе еще раз повторюсь вы сейчас вкладываете по 65 тысяч рублей за квадратный метр продаете перед новым годом плюс 30 тысяч рублей с квадратный метр даже не буду я фантазировать что будет там плюс 40 плюс 50 нет беру минималку плюс 30 тысяч рублей соответственно если мы берем с вами сумма 65 и 30 тысяч рублей это составляет доходность ребят ну почти 50 процентов 50 процентов годовых это реально круто и вот и скажет макс ну цена же за квадрат 120 тысяч рублей как так ты посчитал 125 и 30 потому что ребят вы на данном этапе платить только 65 тысяч рублей за квадратный метр соответственно остаток у вас также может находиться сейчас на депозите либо может находиться в другой недвижимости поэтому именно в этом объекте можно заработать 45 процентов годовых теперь следующий момент вот мне сегодня тоже клиент правильно сказал макс купите недвижимость в сочи несложно особенно инвесторскую квартиру сложнее ее продать и я согласен потому что он до этого покупал две квартиры в квадрат и соответственно от него у нас свою очередь от него у нас свою очередь тот же самый продавец открестился ну как бы как бы нет не продается давайте скажем риэлтор открестился и тем самым у нас что получилось я помог конечно им продать одну квартиру сейчас продам еще вторую квартиру и теперь он будет ягод выбираю тебя по одной простой причине потому что сейчас секундочку мы здесь припаркуемся все по одной простой причине потому что я понял что купить квартиру несложно даже ты знаешь что если какое будет инвесторское предложение интересным все сложнее конечно же продать поэтому ребят когда вы выбираете себе объект для инвестиций то соответственно должны понимать что даже если вы купили квартиру купить квартиру несложно сложнее потом ее продать и заработать я так постарался просто себе сделать подсветочку, чтобы вам было меня хорошо видно. Давайте попробую сейчас сделать. Несложно купить, сложнее потом ее продать, потому что многим невыгодно продавать, потому что когда идет работа от инвестора, от инвестора это так же как от частника бывает кидалово и тому подобное, это сплошь да рядом, это любые риэлторы подтвердят, каждого риэлтора хоть раз в жизни накидали на деньги, и большинство никто не хочет заморачиваться, судиться и тому подобное, и поэтому просто прощает, поэтому от застройщика проще, от застройщика кидалово очень-очень мало, поэтому конечно вы можете приобрести, вы все же знаете, что Сентропей это хороший ликвидный объект, который вы можете спокойно приобрести, опять же там уже за неделю 30% было все распродано и вкладывая всего лишь 65-70 тысяч рублей в зависимости от этажа деньги сейчас, остальные вы можете внести в декабре, вы можете получить минимум 45% годовых, это реально круто. Следующий момент, следующий момент, жилой комплекс Гранд Парк, почему получается инвестиционная составляющая меньше? Понятно и дураку, что в Гранд Парке вы на выходе сейчас можете заработать спокойно 50% годовых, но реально 50% вы можете заработать, но получается по сути вы сейчас должны войти, как минимум получается должны располагать тремя с половиной миллионами рублей, например, с Сентропей вы можете располагать 2-2 200 и все, само собой разумеется, если вы не продадите до нового года, вам нужно будет потом где-то еще одну сумму взять, в целом жилые комплексы примерно одинаковые, хорошо строятся все, но у Гранд Парка, да, там доходность чуть меньше, потому что там более прозрачные документы, там вся сумма в договоре, там очень много фишек, уже проходят все виды ипотек, поэтому там даже можно у нас зарабатывать на ипотечных деньгах. Вот скажут, ипотека там 12 годовых, это много? Да, ребят, много, но при условии того, что даже если вы возьмете самый-самый минимум и заработаете за год 30% годовых, все равно вы окажетесь в 18% в плюсах, а вы заработаете больше, поэтому даже если используете ипотечные деньги, вы все равно уходите в хороший плюс, это как минимум 20-25, ни один банк вам такую доходность не даст. Соответственно, идем дальше, многие ждут жилой комплекс тропики, я тоже сегодня был, застройщика узнавал и сказали, что нифига там дешево не будет, потому что они прекрасно понимают, они умная компания, они берут до 5000 квадратных метров и само собой разумеешься, халявы не будет от слова совсем, почему, ну потому что они знают, что сейчас разрешение выдается, они смогли подсуетиться немножко раньше, опять же купили проект, у которого было готовое разрешение и на фоне этого, ну дешево никто особо продавать не будет, тем более, ну есть там свои моменты. Теперь, что касается, многие спрашивают от Артура, будут ли какие-нибудь стройки, ну ребят, не совсем будут стройки. Артур на данном этапе предлагает 5 объектов, которые стоят и которые в свою очередь заморожены, один из них на бытке возле жилого комплекса Моривидова, соответственно, предлагает выкупить, да и соответственно довести до ума и там определенно там заработать, но опять же, разговаривали с Артуром и такой прям разницы большой не будет, потому что ну невыгодно будет продавать, выгодно будет доделать дом и продавать уже по финишной цене, поэтому сейчас все тяжелее и тяжелее находить объекты, у которых хорошая как бы инвестиционная привлекательность. Если мы берем с вами жилой комплекс фрукты, однозначно на фруктах, да, можно заработать, но заработать не столько, сколько хочется. Да, рассрочка есть, я сегодня был тоже у них, ну рассрочка там идет процентная, это даже я бы сказал не рассрочка, это ну процентная рассрочка, это как бы это не рассрочка, рассрочка вот если, например, брать вот как Сантропе, да, вы купили сейчас, внесли там 50-60-70 процентов в зависимости от того, что вы покупаете и соответственно потом вы сумму вносите там в конце, да, без удорожания, без ничего. Это называется отсрочка, рассрочка, как можете угодно ее назвать. А вот когда у тебя на рассрочку идет удорожание, это не совсем то, что хочется. По итогу сейчас инвесторам придется зарабатывать на объектах, которые строятся не по федеральным законам 214, чаще всего придется зарабатывать на самостроях, те, которые строятся максимум, у которых есть разрешение, а так на тех объектах, которые вообще ничего не имеет от слова совсем. И тут конечно же есть определенная доля риска, ну я даже посмотрел, проанализировал рынок, даже самострою сейчас не особо по низкой цене, там все равно как бы за них застройщики прям загибают, ну нормально, нормально, нормально загибают. Теперь кто-то спросит, как так получается, что готовые сданные объекты инвестора продают дешевле, чем стройку. Объясню. Например, вот мы недавно продали квартиру в жилом комплексе, который называется у нас Босфор. Ну ребят, я инвестору продавал квартиру по 55 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, мы продали конечному покупателю по 110 тысяч рублей за квадратный метр, и как вы понимаете, даже у застройщика цена 130 с аналогичной квартирой все равно инвестор оказался в хорошем плюсе. Ребят, да, там получилось 100%, да, сверху получается 55 мы умножаем на 2, получается 100, но опять же, учитывая, что растянулось на 2,5 года продажи, то, соответственно, это составило не более 37% годовых, но инвестор остался довольным и мы с ним работаем дальше. Есть, конечно, сейчас некоторые жилые комплексы, где хорошая цена, где можно хорошо сейчас экономить, к примеру, жилой комплекс Quattro. Можно, например, купить квартиру, например, мы продаем сейчас хорошую квартиру 64 квадратных метров с шикарным балконом, с видом на море, там 12 этаж, хорошая двушка, все. И она, к примеру, стоит 8 миллионов рублей. Если мы же возьмем с вами жилой комплекс места под солнцем, да, вот рядышком, аналогичная квартира, прям один к одному с такими же видовыми характеристиками, все то же самое, но дом уже введен в эксплуатацию и, в принципе, люди уже живут, но пока газа там, конечно, нет, то аналогичная квартира стоит от застройщика 9,5 миллионов рублей. Соответственно, 1,5 миллиона рублей вы можете сэкономить, при этом всего лишь разница в, по сути, сейчас в один месяц. За 1,5 миллиона в этой квартире можно сделать офигенный ремонт. Какой офигенный? Полностью сделать ремонт под ключ. Да, это будет как бы ремонт эконом, но это будет свежий ваш ремонт, свежий ваш ремонт, поэтому выбор есть. Хотя тоже я сегодня разговаривал с инвестором этой квартиры, само собой, когда поднимается, он поставит такую же цену, как, например, и вместо под солнцем, потому что вместо под солнцем сейчас цена 130-140 тысяч рублей за квадратный метр и особо сильно они не торгуются. В Quattro же можно купить квартиры некоторые по 110 тысяч рублей за квадратный метр, у меня такие квартиры есть, можете обращаться без проблем, хотя остальные инвесторы, они ждут пиковую цену. Например, сейчас моя квартира, которую я продаю, она стоит 6200, в любом случае, когда дом будет полностью сдан, я буду продавать ее не менее чем за 7200, я все равно продам, потому что есть в Quattro стояки хорошие, которые не стыковые, а есть стыковые, которые, конечно же, в разы хуже. У меня, так как не стыковая, это хорошая, классная, ликвидная квартира. И поэтому даже некоторые грамотные инвестора, они заточены на, скажем, краткосрочные вложения денег, они сейчас скупают квартиры в Quattro по 110-105 тысяч рублей за квадратный метр, и спокойно через два месяца будут продавать их по 140 тысяч рублей за квадратный метр. Тем самым, да, они заработают немного, они заработают примерно там 15-20 процентов, но они заработают за два месяца. Так тоже можно работать, так тоже можно зарабатывать, то же самое, что перекупщики, которые умудряются купить машину по одной цене, через три дня ее продать уже по другой цене. То же самое есть и с квартирами. Горячие предложения, либо те люди, которые устали ждать, например, то же самое в жилом комплексе раз-два-три, при отделе продаж, всегда сидит пара человек, так называемые перекупщики, и когда приходят в отдел продаж ругаться по поводу того, что дом не сдан, они всем предлагают там, давайте мы вас выкупим по 110 тысяч рублей за квадратный метр, по 100 тысяч рублей. Не устраивает, давайте выкупаем. Все. И эти люди прекрасно понимают, что жилой комплекс сдастся, и они потом будут продавать спокойно по 125-130 тысяч рублей за квадратный метр. Такие варианты тоже инвестиции есть, и на самом деле это считаю круто все. Просто у некоторых, например, у меня пока вторичка, ту, которую я присмотрел родителям, не ушла, я, соответственно, свою квартиру продаю. Просто у меня там люди делали заявки на ипотеку, очень долго мы с ними мурыжились, очень долго их ждали, поэтому я дал человек слово, если сказал, что подожду, например, две недели, две недели я их ждал. Соответственно, в пятницу истекает. Если в пятницу они не получают ипотеку, не получают одобрения на мою квартиру, значит, я ее буду продавать. Продаю я ее за 6200 без каких-то либо доплат, за доплату за газ, за еще что-нибудь, за переоформление, ничего. За 6200 я ее продаю, соответственно. Но я прекрасно понимаю, что я могу подождать немножечко, там буквально месяц-полтора, могу продать ее гораздо лучше. Мне еще хватит, например, доделать ремонт в этой вторичке, сделать потрясающе. Но еще раз повторюсь, бывают такие варианты, которые ниже рынка, но это означает, что у них, у этих людей появился гораздо лучший вариант. Либо кто-то там у меня продает квартиру большую, потому что он купил себе тонхаус, либо еще что-нибудь. И такие варианты имеются. Такие варианты нужно уметь поймать. Конечно, мне многие обращаются, там в ВКонтакте пишут, Макс, вот хотел ли бы 50 квадратных метров, все. Я пишу, какие горячие предложения есть. Тебе говорят, нет, дорого. Я говорю, а за сколько вы хотели? За 4 миллиона я хотел бы квартиру 50 квадратных метров. Ребят, ну такого волшебства не бывает. Если бы за 4 миллиона рублей была бы квартира в квадрат 50 квадратных метров, я бы нашел бы деньги, занял бы или еще что-нибудь. Я бы сам здесь себе купил и через два месяца я продал бы ее спокойно за 7 миллионов и остался бы в плюсе 3 миллиона, чистыми. 3 миллиона это на дороге не валяется, вы сами прекрасно понимаете. Поэтому с такими запросами вы можете ко мне не обращаться. Вот, например, от застройщика квартира в моем стояке стоит 6700 и на 500 тысяч дешевле я могу вам найти квартиру, да, на 500 тысяч дешевле. Вот она стоит 6700 у застройщика такая квартира, я вот за 6200 могу вам продать, да, это на 500 тысяч дешевле. Но дешевле, например, продать квартиру там на 30 процентов, там дешевле, например, застройщика стоит 6700, а вы хотите, чтобы я вам такую квартиру нашел за 4 миллиона рублей. Ну, ребят, дебилов в Сочи нет, ну реально, дебилов нет. Поэтому с такими запросами можете ко мне даже и не обращаться. Вы же должны прекрасно понимать, если вы увидите, что цена 6-700 от застройщика, то инвестор за 4 миллиона вам не продаст. На то он инвестор. Инвестор зарабатывает деньги, само собой разумеется. И пускай он даже ее купил год назад за 3 600, он все равно не будет за эти деньги. Инвесторы, они тем и хороши, что они могут где-то выждать, они могут где-то переждать и так далее. Это нормальные инвесторы. Есть еще инвестора, которых я называю «бабушки Бэтмены», которые купили квартиру, через месяц застройщика цена стала на 5 тысяч дороже, я не сказал «Ну что, Максим, продаем?» Я говорю «Ну как? Вы купили по 80, сейчас цена 85, что вам хватает?» Ну да. Такое очень редко бывает. Сейчас уже тоже и бабушки в том числе становятся продуманами и халявы не бывает, ребят, от слова совсем. Подводя итоги, на данном этапе многие крупные застройщики, так же как и РС группы, они сейчас не строят с нуля, они покупают и выкупают те или иные объекты и их, соответственно, додевают до ума и продают. Цена не самая лучшая, например, появился у нас в Адлере апартаментный комплекс 250-270, 300 тысяч рублей за квадратный метр. Это, конечно, жесть жестянская. И там цена выше не будет, просто уже поставили финишную цену и кто хочет, берет, кто хочет, не берет. Соответственно, есть варианты, например, купить стройку те же самые в Дагомесе, к примеру, Алия Парк, но там ценник уже идет изначально выше, чем, например, тот же самый, например, жилой комплекс, вот я завтра его для вас сниму, например, тот же самый Дагомес Парк. Алия Парк, Дагомес Парк. Алия Парк уже поставили финишную цену, потому что есть деньги, все, и особо им эти продажи не нужны. Покупают – хорошо, не покупают – еще лучше, потому что я пробовал тогда заводить их инвестора, он готов был тогда влить в 40 миллионов рублей, и там сделали такую смешную скидку около 3000 рублей с квадратного метра. Но это не та скидка, которая должна быть, как бы, когда человек вваливает 40 миллионов. Поэтому они в деньгах не нуждаются и спокойно готовы вот, ну, на отвали. Следующий момент, у Артура, да, стройки будут, но это будет не стройки, это будет реконструкция, типа, как жилой комплекс облака. Так гораздо проще, потому что Артур тоже говорит, что невозможно сейчас получить разрешение, невозможно что-то там правильно и грамотно и по закону строить. Поэтому он сейчас идет по такому принципу, выкупает объекты, которые стоят, которые с документами, которые не доведены немножко до логического завершения. Соответственно, читает всю арифметику, их выкупает и, соответственно, достраивает, и потом просто продает. Так же, как, в принципе, действует компания Альпика Групп. Они сейчас тоже большинство объектов взяли просто на доделку, просто выкупили и доделают, и тем самым зарабатывают. Ну и, конечно же, убивает двух зайцев. Администрация Сочи отчитывается, что они решают проблему с обманутыми дольщиками, в том числе в недостойных объектах. Тем самым, как бы, застройщик беспрепятственно делает, да, ему никакие палки в колеса не вставляют. И тем самым, соответственно, все сыты. Все сыты, сто процентов, и все довольны. Ну, как бы так. Единственное, что недоволен инвесторам, потому что там уже в таких объектах уже инвестировать не получается, как таковое. Ну, это правда жизни. На самом деле я расстроился, что сейчас все меньше и меньше начинает строиться, да, с нуля, по одной простой причине. Потому что круг жилых комплексов очень сильно сузился, да. Я сегодня разговаривал с другими риэлторами, и они к тому, говорит, отправляем в подборку, говорит, жилой комплекс фрукты, жилой комплекс морская симфония, жилой комплекс семейный, жилой комплекс гранд парк и жилой комплекс, сейчас иногда отправляем сент-рапе. Все, говорит. И больше, в принципе, людям отправлять нечего. По большому счету, там, такие объекты, как там, не буду перечислять, но мы не имеем права продавать, ты это прекрасно понимаешь. И особо у людей, как бы, выбор сужается. И в итоге сейчас выиграет тот, у кого очень много инвесторских предложений в других жилых комплексах, где можно купить дешевле рынка. Например, смысл покупать аллея парк по 140 тысяч рублей за квадратный метр, когда можно купить жилой комплекс квадрат по 110 тысяч рублей за квадратный метр. Смысл покупать стройку в новой заре, когда они сейчас открыли, да, по 150 тысяч рублей за квадратный метр, когда можно от инвестора купить по 140 тысяч рублей за квадратный метр уже в доме, который, в принципе, уже сдан. Ну, без пяти минут сдан. Жилой комплекс Гранд Парк пока держит нормальные цены, да, и опять же, они не скрывают, я сегодня разговаривал, есть у них в отделе, в том числе, аналитики, которые спокойно утверждают, что цена финишная будет данного жилого комплекса не менее чем 150 тысяч рублей за квадратный метр. Потому что все-таки это бизнес-класс, потому что это большая территория, хороший паркинг, шикарные подъезды, шикарная входная группа, потрясающие видовые характеристики, правильные формы окна, высокие потолки. Все это дает привлекательность для конечного клиента. Опять, рядышком три школы и так далее. Кто-то скажет, дорога не очень чуть-чуть. Ребят, ну, как бы, дорога не очень, когда вы там проезжаете первый раз, если вы живете где-нибудь в Екатеринбурге, либо вы живете где-нибудь в Челябинске, где хорошие полноценные дороги, а когда вы здесь по Сочи немножко передвигаетесь, вы поймете, что, в принципе, это обычно нормальная дорога. Или когда вы съездите в Европу, или съездите, когда еще куда-нибудь там. Именно те города, которые находятся на берегу моря, там, где определенный специфический рельеф, вы поймете, что, в принципе, везде дороги примерно одинаковые. Попробуйте в Италии поездить, попробуйте в Испанию. Да вы там просто офигеете, да. Я не говорю там про Барселону, да, а, например, те города, которые там немножко приближенные к морю, ну, такие же, как и Сочи. И вы поймете, что, ну, как бы, дороги особо сильно не отличаются. Давайте подведем с вами итог. Итог такой, что зарабатывать пока до сих пор на инвестициях можно, но нужно учесть самое главное правило. Купить несложно, да, вы чаще всего попадаете на мошенников, когда вы посмотрите, например, видеоролик мой, да, ну, другого блогера посмотрите. О, Сент-Рапе. И вы начинаете пробовать искать, например, получили всю информацию, начинаете искать этот жилой комплекс на сайте, я сразу скажу, вы с первого раза и даже со второго раза, даже с пятого раза этот объект на сайте не найдете. Вы попадаете, там, типа Сент-Рапе, там что-нибудь еще. В итоге вы попадаете на страницу захвата на лейдинговую и попадаете в какое-нибудь агентство недвижимости. Там, соответственно, берет трубочку, да, если, например, с первого раза не взяли трубочку или там взяла девочка и сказала, что вас переведет или вам сейчас перезвонит, то, скорее всего, вы попали в 100% агентство недвижимости. Агентство недвижимости, соответственно, берет, начинает вас обрабатывать потому что вы уже всю информацию узнали все вы в принципе думаете что это застройщик что покупаете напрямую не потому что да да мы застройщик да вот мы вот именно такие вы в итоге все равно приезжаете здесь уже деваться вам некуда приезжаете покупаете в любом случае с риэлторской комиссии и потом пробуйте продавать но обычно 80 процентов риэлторов в сочи вы даже можете посадить по блогерам посмотрите сколько было блогеров два года назад и сейчас сколько осталось их осталось единицы все послевали что-то там скололся кто-то там сбухался кто-то там решил переехать в одну страну кто-то перешел переехать в другую страну 3 там забил и уехал к себе четвертого там немножко там попрессовала полиция за рекламу говно объектов к незаконных и он уже не хочет лишний раз появляться и в итоге их остается очень очень мало вот наши компании например за год меняется 8 процентов и вы например если попадаете на одного из такого риэлтора который вам например продал тот же самый центр п вы думаете что вы купили его у застройщика да таки у всего напрямую там все и так далее по большому счету когда вы через полгода собираетесь данный объект продать то обычно вы этого риэлтора не можете найти он сливается вы начинаете обращаться ко всем остальным начинаете обращаться к блогерам это 2 начать обращаться еще кому-нибудь и любое eligible герба любой и риэлтор и до которые себя уважают прежде всего потому что любой нормальный риэтieß он уважает прежде всего клиента но при этом он уважает себя потому что это себя если не можно жать то как все други не будут уважать как бы не с такой пони самоуважением можете психология Открыть и загуглить, поймете, для чего это нужно. И начинайте просить, чтобы вашу квартиру поставили на продажу. Риелтор, соответственно, всегда задает вам наводящие вопросы. Если понимает, что вы купили через кого-то, вы постарались схитрожопить, он вас посылает куда-нибудь в другое направление. Культурно отказывает, либо еще что-нибудь. Я тоже бывает отказываю, потом очень часто отказываю. Они сейчас по новой заре начинают звонить, еще что-нибудь. Возьмите на перепродажу. Да не хочу я брать на перепродажу, у меня своих хватает и вашей точно не буду. За своих клиентов несу ответственность, если ко мне обратились как инвестора, то, соответственно, я должен обеспечить им доход. А то, что вы захотели купить, купили напрямую застройщик, как обычно говорят, или еще что-нибудь, все напрямую через застройщик продавайте. Если застройщик не хочет продавать вашу квартиру, это ваша проблема. Берите, размещайте объявления на Авито, еще что-нибудь делать, на Циане. Приезжайте, устраивайтесь с риэлтором и продавайте тот свой неликвид, который вы купили. Ну, как бы так. Это нормально, это хорошие, нормальные партнерские отношения. И, соответственно, обычно никто не берется за чужие перепродажи. Обычно берутся за перепродажи, например, позвонили в нашу компанию, попали и, например, вы хотите продать. Попадаете риэлтору, новичку, он да-да, мы продадим. На самом деле даже не может на сайте разместить, потому что он вам пообещал, еще что-то сделал, попробовал в общий чат скинуть информацию по вашей квартире и все. И обычно все похоронили, потому что никто не хочет ни с кем срабатываться. По одной простой причине, потому что надо с друг другом делиться. Но никто не хочет. Все хотят всего и сразу. И все. И, по большому счету, у вас эта квартира зависает, вы пробуете обращаться во все агентства недвижимости города Сочи и толку нет. Вы попадаете на тех людей, у которых сделка, одна сделка в три месяца. И им точно не хочется продавать вашу квартиру, тем более все риэлтора, когда приходят на работу, им всем, в любой компании объясняет, что такое вторичка, что такое кидалово. И, соответственно, если риэлтор, новичок более-менее соображает, более-менее умный, он, соответственно, будет работать лучше с застройщиком, он с частниками работать не будет, потому что с частниками очень много кидалово. Это я вам говорю со 100% уверенностью. Ну и, соответственно, все отказывается. А те, которые берут, да, они особо и не занимаются. В крайнем случае, если вдруг у вас какое-то хорошее предложение, что бывает редко, то не готовы продать. Соответственно, вы начинаете обращаться к тем блогерам, которые медийные, которые, знаете, что, например, Максим Коломейцев продает один больше, чем весь отдел вместе взятый. Но такие люди как бы тоже смотрят, как бы вычисляют и понимают, что если раз вы кинули, ну, например, всю информацию у вас, ну, как бы узнали у человека, а потом взяли и попробовали купить либо напрямую, либо через другого, либо еще что-нибудь, то значит, вы также можете кинуть его второй раз, когда он будет продать вашу квартиру. Все. Он вам культурно отказывает. Это нормально. Это право как бы… Знаете, чем хорошо вот быть риэлтором и чем хорошо, когда у тебя большой потолк? Ты можешь людям отказать. Тебе не нужно через силы с кем-то работать. Представляете себе? Ты можешь отказать. Ну, реально можешь отказать. И ничего плохого нет. То же самое, что и ничего хорошего в этом нет, потому что, как бы, отказ… Что-то не протаранит меня случайно. Ну, вот как бы так. Поэтому, уважаемые инвесторы, когда вы планируете, да, я вот сейчас, в принципе, отдам вам много информации, можете перемотать на самое начало, понять, что можно купить, на чем можно 100% заработать и у вас есть право. Вы можете поехать, попробовать напрямую, опять же, на сайте Сентропей даже на сайте нет. Замучитесь искать. Это все фейковые страницы, точнее, не фейковые, а страницы захвата. Я могу таких страниц наклепать штук 30 и все. Потом могу там перезванивать, представляться отделом продаж или перезванивать мою помощницу и все. Но это некрасиво, я считаю, с моей стороны. И с первого раза всегда сайт найти просто невозможно. И опять же, имейте в виду, что отдел продаж, так скажем, не с очень большим настроем готовы продавать вашу квартиру. Они, в первую очередь, должны продавать квартиры от застройщиков. Поэтому, например, в Quattro они особо вашу квартиру не продают, потому что у них свои квартиры еще есть. Ну и все. Поэтому всегда вам нужно думать наперед. Посмотрите, если вы, например, некоторые не хотят работать, например, со мной или еще с кем-нибудь, принципиально. Бесит он, ездит на нормальной машине, у него все нормально. Там, как бы ездит на лыжах катается, да, и еще что-то там. Но он бесит. Но бывают такие люди, которые реально раздражают, потому что он пашет, но неохота смотреть то, что он пашет. Хочется верить в то, что, блин, просто он баловень судьбы. И вы хотите поработать, например, с другим риэлтором, который думает, может, там еще что-то там получше и так далее. Смотрите, чтобы риэлтор, ну, хотя бы там продержался в Сочи хотя бы годик-полтора, ну, два, это было бы совсем хорошо. Это первое. Второе. Посмотрите на самого риэлтора, что, как, посмотрите, как он, да, возьмите там издалека, зайдите, узнайте там, есть ли у него там какие-то инвесторские квартиры или еще что-нибудь. Начните издалека и посмотреть, да, если он там скажет, нет, инвесторских квартир нет, я там работаю только за строечками или еще что-нибудь. То, соответственно, если этот человек уже год на рынке, то у него, по идее, по логике должны появиться, в том числе инвесторские предложения, то и дураку понятно, что в последующем он вашей квартирой заниматься не будет, ему будет невыгодно. Поэтому я отдельно сниму видеоролик, как, например, называется, как прощупать риэлтора, ваш он или не ваш. Если нужно, вы напишите в комментариях, скажи, Макс, да, нужно как бы. На самом деле, выбрать себе того человека, с которым вам потом идти по жизни, да, ну, как бы риэлтор, тот человек, который, особенно если инвестор вы, да, это, блин, вам с ним придется работать, работать, работать. Потому что, еще раз повторюсь, большинство всех блогеров и большинство тех людей, которые хорошо продают, они знают себе цену, они знают, они знают, что такое самоуважение, и они знают, что такое кидалово, в конце концов, каждый через них это прошел. И они, ну, не с большим таким энтузиазмом готовы заниматься вашими перепродажами и тому подобное. У меня в день обращается по 10 человек, как минимум. Они у меня все в архиве, которые там, ну, вот, там, хотели бы продать ту-ту-ту-ту-ту. Я еще за некоторые предложения еще готов взяться, да, если я отвечаю, ну, готов. А если там выясняется, что там продаю квартиру в заречном микрорайоне за 5400, я говорю, а что, с кем брали, это то, ну, бывает, люди лоханулись, да, купили 30 квадратов в заречном районе на первом этаже за 5400. Ну, бывает же, ну, люди, ну, лоханулись, ну, бывает. Я такой, бывает, машину в Германии купил, до сих пор не могут привезти. Ну, бывает, я лоханулся, ну, в этом ничего плохого нет. И это, наоборот, если ты с этих моментов учишься, ты молодец, если ты не учишься, значит, ты дурак. И начинает, ну, говорю, пришлите фотографии, присылай там целую кучу баннеров и все остальное. Я говорю, и как вы представляете, чтобы я продавал вашу квартиру? Он, ну, вот я то, я все, все, я даже больше, даже не хочу обращаться. Зачем мне потом играть в эти игры, в эти аукционы и тому подобное? Нет, конечно же. Опять же, ни с кем я не заключаю, в том числе со своими инвесторами, я не заключаю агентских договоров. Поэтому, почему у моей квартиры продаются инвесторские легко? Да потому что их продает весь отдел, их продают все коллеги, продают компании из БЭС недвижимости, и цены продают с Винсенда, и цены продают с Советника и тому подобное. Почему? Ну, потому что они знают, что я не кину их. И они знают, что если это моя вторичка, то эта железобетон они получат за свой труд определенное вознаграждение и так далее. Они понимают, что я не лезу в сделку 50 на 50 или там 25 на 75, я надаю спокойно, я понимаю, что я не раз на своем инвесторе заработал, я не хочу там второй раз, пускай заработает тот, кто, соответственно, продаст, да, кто первый встал, того и тапки, кто продал, тот и поел. Вот как бы так, ребят. Поэтому смотрите сами, я уже в начале видеоролика подсказал, можете перемотать, посмотреть, на чем сейчас можно заработать, это хорошие, безопасные объекты, а здесь уже выбор за вами. И, конечно же, не проходит даже дня, когда вы набираете там по всяким объектам, по всяким самостроям. Ребят, ну по самостроям я не консультирую. Ну реально, вот где вы увидели рекламу или еще, задавайте вопрос тому человеку. Поверьте мне, я знаю все объекты, которые вы мне задаете вопросы, знаю все объекты. Ну такая задача моя, 4 года живу в Сочи, 4 года я работаю в этой сфере, так уж повелось, что я знаю. И иногда, вот что плохо, знание помогает тебе продавать. Чаще всего знание помогает тебе продавать, но в моем случае, наоборот, мне мои знания мешают продавать. Там я знаю, где воняет, там я знаю, где все криво, там я знаю, что там суд идет, там еще знаю. И все это дает определенные моменты, что мне проще не продать, чем продать. Это не говорит, что я там зажрался и как бы и мне не нужны деньги. Это говорит о том, что мне такие деньги не нужны. Это ну разные вещи. Мне такие деньги не нужны. Ну вот как бы так, как бы так. Все, ребят, вам всем в хорошем настроении. Спасибо, что дослушали до конца. Извиняюсь, что не было новостей. Ну и опять же, если вдруг кто-то для себя подчеркнул информацию, кто-то узнал про хороший инвестиционный объект или еще что-нибудь, кто-то узнал ту или иную специфику рынка, то прожимаем жирнейший лайк. Если же информация вам была, так скажем, неинтересна, если информация не несла для вас никакой хорошей смысловой нагрузки, ну что я могу сказать. Ставьте дизлайк, буду знать, как бы по количеству лайков, дизлайков буду ориентироваться, на какие темы стоит снимать снимать видеоролики, на какие темы не стоит снимать. Правильно же? Правильно. А теперь, ребят, всем пока и спасибо за просмотр.